здравствуйте как подмечают наши соседи из всех шумов какие только известны человечеству музыка шум самый дорогой вот об этом и не только в сегодняшней программе ведем ее мы евгений янин и альбина ловецкая добрый вечер а еще сегодня в гостях у соседей виолончелист композитор вокалист ян максин здравствуйте добрый вечер альбина добрый вечер у нас есть такой стандартный вопрос который мы задаем всем людям которые первый раз приходят в нашу студию вне зависимости от того какая у них специальность спрашиваем как их деятельность их работа их призвание в их жизни появилась вот у вас музыка в жизни в какой момент и когда взялась ну конечно же она взялась и даже я не могу сказать когда потому что она уже там была с рождения фактически может быть даже до моего рождения но вот сколько я себя помню есть фотография где у меня еще зубов нет я уже сижу за фото пьяно у меня очень музыкальная семья и оба им мама и папа играли на и до сих пор играет на разных музыкальных инструментов поэтому музыка всегда присутствовала у нас дома фактически с утра до вечера либо в форме живой музыки мы музицировали вместе либо форме записи на пластинках у родителей было невероятно в жизни она была все время а в какой момент вы уже осознанно поняли что вот музыка это то с чем вам захочется и с чем вы свяжете всю свою жизнь было несколько этапов вот я серьезно уже занимался музыкой в школе десятилетки при консерватории в петербурге ленинграде в то время но в это время я всегда думал что я стану пилотом хотел стать летчиком и вот у меня постоянно вот были такие конфликты внутренние между авиацией и музыкой и я двигался по музыке получил стипендию заниматься музыкой в соединенных штатах но при этом я занимался в аэроклубе и парашютным спортом и в какой-то момент я даже зарабатывал себе на жизнь авиации каким образом у меня была своя компания воздушного такси не поймете еще вот как сейчас есть яндекс такси там убер вот у меня примерно было что-то такого типа в легкомоторной авиации ну так и далась вам эта музыка тогда вот надо было этим заниматься я понял что авиация я смогу оставить авиацию как хобби в своей жизни а вот музыка обязательно должна занимать самое главное почему я уже понял в сознательном возрасте уже не было за 20 скажем так когда я вот последний раз вот принял это решение что не наоборот не наоборот то есть основной авиация а хобби да да почему не так я понял что музыкой через музыку я смогу изменить жизнь большего количества людей и в более глобальном масштабе я стал это понимать осознавать что есть какой-то дар которым я просто обязан поделиться с людьми обязан него дальше развивать культивировать чтобы вот что-то делать то что я бы не мог сделать если бы я просто возил людей из точки а в точку б просто получая сам от этого удовольствие что я в принципе в этом это и заключается но авиация все равно остается пока как хобби в каком виде на данный момент я летаю только во сне исключительно из-за того что вот мой график концертный настолько плотный вот последние несколько лет что авиацию просто для того чтобы летать чтобы быть пилотом достаточно большая часть мозга должна быть оккупирована посвящена занята мыслями вот этим авиационным контентом скажем так то есть вот так нельзя просто появиться в аэропорту а вот как это вообще происходит когда я много летал то есть у меня мозг был этим занят почти все время у меня даже постоянно какие-то математические задачи решались арифметические и геометрические в голове даже когда я ехал на машине я постоянно считал сколько я километров проехал сколько бензина потратил на это всякие синусы косинусы тангенсы постоянно высчитывал просто как это вот как образ жизни музыканту идет на пользу вот такая работа мозга математическая она вот совершенно другая она его наоборот разгружает я бы сказал это является чем-то вот противовесом совершенно что-то иным единственное что схоже это вдохновение которое получаешь от свободы вот эта свобода когда ты находишься в трех измерениях смотришь на землю совершенно из другого совершенно по-другому в детстве я помню мне было 11 лет когда первый раз осознанно оказался в самолете меня знакомый летчик взял прокатиться на ан-2 я вот первый раз осознанно увидел воздух с высоты там тысячи метров и я понял вот насколько это привилегия вот находиться в этом измерении когда все люди просто ходят по земле а вот я вот здесь сейчас нахожусь и смотрю на это совершенно иными глазами и вот какое-то неведомое счастье которое не все могут даже испытать почувствовав вот вот мир вот совершенно другими глазами с другого измерения я но вообще ваша история становления как музыканта она удивительная в 16 лет вы переезжаете из петербурга в америку как вы решились на этот шаг и насколько он был уже тогда осознанным мне просто хотелось чего-то нового в то время я это не было никакой эмиграции я просто была возможность поехать по обмену студентов на год школьников даже еще даже не студент по обмену школьников на год но так вышло что пока я был в этом обмене меня зарекрутировали в поступить в высшее учебное заведение музыкальное в нью-йорке manhattan school of music и я остался еще на четыре года в сша потом после этого я получил работу в симфоническом оркестре и и так пошло поехало одно за другое но я постоянно поддерживал связь с россией с друзьями близкими родители до сих пор живут в петербурге поэтому это всегда не носило характер какой вот все я навсегда уехал некой иммиграции миграции я никогда себя не чувствовал иммигрантом вот даже на сегодняшний день просто было время что я меньше проводил времени в россии а сейчас я снова больше этого времени провожу вот по за последний год я провел в целом почти наверное четыре месяца если считать там было полтора месяца летом и еще три поездки по 20 дней 60 90 до более 90 дней я провел в россии и для меня это то есть ничем из ряда вот вон выходящим не является наоборот вот это важно для вас позиционирование некогда пришлось например в великом новгороде идут ролики висят афиши до ян максин сша американский музыкант русского происхождения вы себя как ощущаете как позиционируете вы кто американские и русские и живущие в сша я приезжаю во францию мне кажется что я француз я приезжаю на мексику мне кажется что я там родился и вырос мне кажется это вот мне достаточно легко благодаря музыке погрузиться в ту или иную культуру и наладить контакт скажем даже вот с местными жителями вот на этом очень глубоком уровне путем музыки и другие есть факторы например кухня вот еще полное погружение вот для меня вот я приехал в ереван первый раз своей жизни я тут же отвели в ресторан первым делом и через час я уже чувствую армянином реально в сто процентов армянином а после того как я и еще при том что я выучил песню очень очень красивую на армянском языке вот все это вместе мне позволило себя на то время что я там находился чувствовать себя стопроцентным армянином поэтому живя в америке конечно а то откладывает отпечаток я больше четверти века прожил в америке конечно же что-то во мне изменилось как из-за того что я там живу и из-за того что я общался с людьми например в студенческие годы у меня были друзья круг общения из самых разных стран люди из ближнего востока из африки из юго-восточной азии южной америки и вот я чувствовал что вот от всех этих людей от всех этих культур мне я мог что-то позаимствовать хорошие а что-то из того из какого-то может негативного багажа своего собственного как ввести какую-то работу над собой чтобы избавиться от каких-то вещей и поэтому я вот всегда вот так смотрю на мир что хорошего позитивно я могу у него одолжить или 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 взять на навсегда вот сейчас у вас большой труппы россии уже стартовал в петербурге чем россиян будете радовать что будете исполнять для российской глубинки сейчас я россию вообще не делю на глубинку или мне одинаково я встретила равное количество культурных благородных людей как и в тех местах которые обычно называют глубинкой так и в больших как и в больших городах поэтому я с такой же радостью скажем я же барнаул кемерово томск новосибирск как как и в петербург и москву и программа примерно одинаковая и я играю с такой же отдачей и в этих городах как и как и в столице для российского тура какая-то особенная программа я бы не сказал нет программу которую я исполняю она очень интернационально вот та музыка которую я сам пишу и ту которую я выбираю из народной музыки скажем ближневосточной или балканской или южноамериканской она я как-то подсознательнее выбираю та музыка которая вот резонирует у меня внутри и обычно эта музыка очень быстро начинает резонировать и у аудитории самой разнообразной в самых разных странах и как я уже сказал я выступаю и в южной америки и в европе и в азии и вот не было такой страны где бы какие-то выборы музыка мои музыкальные скажем так вот не работали чтобы не надо было играть вот есть какой-то музыкальный код который нас всех соединяет и вот моя задача этот код выявить взломать такой этакий музыкальный музыкальное хакерство взломать его и в новой форме преподнести чтобы соединить людей вот этим образом и вот я также понял что вот музыка она нас может соединить вот таким путем вне языка вне политики вне каких-то культурных особенностей национальных или каких-то других языковых вот именно путем музыки именно из-за того что я вот так много настралирую и вот вижу что я вот приезжая из одной другой страны музыка нас как бы связывает вот я выступаю перед аудиторией в одной стране а подпитываясь огромным количеством их энергии потом еду следующую страну и уже как бы делюсь вот этой энергией которая получила в одной стране в другой стране и она нас начинает кле склеивать вместе каким-то совершенно новым новым материалом помимо игры на виолончели вы еще и поете почти на двадцати языках мира расскажите об этой своей истории вот как вы пришли к тому что запели с радостью я пел в качестве хобби скажем так с раннего детства тоже я помню еще в четыре года пела аккомпанировался на гитаре пел песни типа там вдали за рекой по аэродрому по аэродром лайнер пробежал как по судьбе я кстати с этой песни поступал в школу десятилетку при консерватории и просто для меня это было чем-то данным я никогда это серьезно не рассматривал как какую-то музыкальную я это делал для друзей для близких каких-то семейных вечеринках потом в какой-то момент я просто ради я помню я на одном или двух концертах спел на бис песни вертинского и гребенщикова и вот в тот момент люди скале а почему вы не поете пойте чаще уже это было 10 лет назад наверное это уже во взрослом возрасте было и в тот момент я стал начал задумываться только об этом и только буквально может быть пять или четыре года назад я уже у меня появилось видение чего-то вот что может вокал можно включить в расширить как бы вот эту музыкальную реальность еще путем вокала но я понял что у меня мне сильно не хватало скажем так вокальной подготовки поэтому я стал этим заниматься серьезно вот последние там три два три года и я вот чувствую что бы не до сих пор как бы это путь он еще и переводите уже из хобби в процессе надо то есть я не считаю что мой вокал еще на том же уровне вот на котором у меня взял на котором виолончель и в принципе у меня задача чтобы их довести оба примерно до одинаково блестящего уровня но для меня это как бы еще процесс и я над этим работаю и это такая такое вот бесконечное путешествие но давайте про блестящую игру на виолончели поговорим ваш стиль игры многие называют уникальным есть в этом какой-то секрет но я вам скажу первый первая часть секретно наверное заключается в том что я слушал очень разную музыку с детства как я сказал уже дома у нас играла все и джаз и классика и народная музыка и поп музыка из самых разных уголков земного шара и я сам играл играя на гитаре я играл и блюз и рок и и джаз потихоньку и вот это мне позволило расширить мой мой музыкальный кругозор в то время как возможно мои коллеги из музыкальной классики они были вот очень узко скажем так все-таки по классическим по классическим каналам да и а те кто занимались джазом они занимались джазом я не могу назвать многих музыкантов вот так которые бы действительно развивались по нескольким направлениям может быть меня это как-то разбрасывало что я не мог сконцентрироваться на классике я не был вундеркиндом там 16-17 лет я не выигрывал каких-то конкурсов классических еще чего-то то есть у меня классический тоже развивалась постепенно но потом в какой-то момент я понял что вот мне классики одной было просто мало что этим уже занималась так много людей и так это вся эта музыка была переиграна гениальна уже сотни раз и мне не хотел мне казалось что я не это не мой путь вот просто еще раз повторить какое-то исполнение концерта дворжика для виолончели с оркестром еще просто один раз хотелось свободы как это конечно и когда я стал заниматься новыми вещами на виолончели там какие-то гитарные и гитарную действия критику использовать на виолончели а я понял что это совершенно что-то новое никто никогда не занимался и вот я пошел по этому пути потом я стал на это наложил вокал сверху это уже виолончели стала как бы аккомпанирующим инструментом для вокала потом я стал собирать какие-то составы и играть самую разную музыку там и джаз и классический джаз и современный джаз и потом к этому подключилась народная музыка народная музыка опять же в обработке вот именно этно-джазовой там вот берется тема потом на нее как накладывается какая-то импровизация развития и опять же когда я стал писать свою собственную музыку вне появились элементы на основе классики там но там же появились элементы и джаза и блюза и народу все равно такой в итоге свой путь получается ну конечно 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 в этом наверное это такое очень сильно развернутый ответ на ваш достаточно простой вопрос дорогие соседи я напоминаю что у нас сегодня в гостях виолончели композитор музыкант ян максин не переключайтесь мы продолжим разговор после небольшой рекламы красивые шубы из каракуля со скидкой до 40 процентов покупайте на новоторжской ярмарке в диалоге с 28 по 31 марта илья вербух представляет олимпийские чемпионы и мировые звезды фигурного катания 14 апреля ледовый дворец компания но влайн интернет до 150 мегабит в секунду кабельное и цифровое телевидение телефония но влайн телекоммуникационные услуги для дома и офиса великий новгород воскресенский бульвар 4 телефон 502 500 театр малый представляет культурные события года 15 международный театральный фестиваль царь сказка king festival с 12 по 16 апреля театр россии франции германии латвии эстонии и италии дании швеции нидерландов утром днем вечером ночью на сценах города лучшие театральные спектакли для детей и взрослых билеты онлайн на сайте king festival.ru и в кассах театра малый телефон 65 54 53 возрастный чем вам интересна этническая музыка этническая музыка видимо связывает нас с нашими корнями больше чем любая другая музыка и опять же через этническую музыку мне самому удается познать новую культуру глубже чем через что-либо другое то есть я предположим вот сейчас после вас фактически поеду в сибири потом на байкал и у меня планы встретиться с скажем с бурятскими музыкантами в в том в тех краях и для меня помимо просто вот то что я там будет возможность посетить озеро байкал и этот регион для меня это будет возможность познать вот это место совершенно с другого угла и самому чем-то подпитаться энергетически как от места так и от музыки так и от скажем так и от от музицирования с вот с этими местными музыкантами народными и потом я это с собой беру в качестве багажа есть люди которые там коллекционируют магниты на холодильнике какие-то фигурки еще что-то я вот коллекционирую музыку и потом ей делюсь с людьми в других местах она может быть в той же форме в которой я ее выучил от этих людей или может быть она переварится и выльется во что-то совершенно иное в какую-то авторскую музыку или в будет вплетена в авторскую музыку но в ту или иной форме вот она будет я и поделюсь с людьми в другой части но что же люди вот расскажите о публике как публика воспринимает вот эти необычные некоторые вот то что вы рассказали для нас вещи а вот как я уже говорил вот вот этот код древний какой-то генетический код который во всех нас есть он вот есть определенные определенное звучание которое вот греет душу нам все вот всем всем до единого людям на земле и вот когда вот если вот этот код действительно затрагивает это как как запахи вот есть музыка вот мы и слышим и она сразу помимо через наше сознание мимо нашего сознания идет прямо в подкорке и вот она нас заставляет чувствовать точно так же вот запах какой-то мы чувствуем который мы предположим не не чувствовали последние 30 или 40 лет который вдруг моментально нас отправляет в раннее детство бывало такое с вами да даже я высказала не запах арома арома какой у кого у всех по-разному да то же самое даже со словами вот в поэзии поэзия предположим а для меня поэзия это больше не 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 значение слов а вот именно символы которые могут создать какое-то совершенно иное значение придать словам которое может на эмоциональном уровне нас погрузить что во что-то совершенно иное вот то же самое с музыкой я не могу сказать что там в россии публика теплее чем прибалтики или в польше или во франции или или где-то еще вот как только музыка задевает за живое за душевные струны я очень часто повторяю эту фразу мне как-то скажу что я в одном интервью три три раза сказал слова душевные струны но вот именно это вот она за как только она задевает мы все становимся одинаковыми в в какой-то форме вот все что вот мы просто чувствуем что нам все это на наша сущность именно вот на эмоциональном уровне вот это эмпатия сочувствие вот это те эмоции которые нам позволяют быть людьми ну со своей стороны заканчивается время наша программа пожелаю вам как можно больше задевать вот так душевных струн как можно больше теплой и отзывчивой публики спасибо большое именно в этом и заключается моя творческая задача и вам спасибо за то что вы помогаете мне это сделать с нашей редакции как всегда можно связаться по телефону 638 005 но вы не забывайте делиться своими новостями в нашей группе вконтакте новгородское областное телевидение мы благодарим нашего гостя и желаем соседям хороших выходных до свидания всего доброго спасибо спасибо